Коллеги, всем привет! Сейчас мы разыграем место в приватный канал. Прошлый видеоролик участвовал в этом розыгрыше. Вот он, 151 комментарий получился. Воспользуемся первым попавшимся рандомайзером tt.ru Вот я его открыл. Вот я беру, собственно говоря, ссылку. Видеоролик и вставляю в эту строку с ответами. Поехали! Так, победила, 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 скорее всего, Лили или Л.Л. Ли. Привет, всегда рада твоим обзором. Я рад вашим комментариям. Ребята, для меня это очень важно и будет просьба. Вставляйте их побольше, вне зависимости есть розыгрыш или нет. Напиши мне, пожалуйста, личное сообщение. Телеграм-канал есть. Ссылка на телеграм-канал есть в описании к этому видеоролику. Соответственно, в описании телеграм-канала уже найдешь ссылку на мой личный профиль. Так, давайте погнали дальше. Так, рандомайзер отключу. Это отключу. Так, далее, что мы рассматриваем. Так, этот ролик можно закрыть. Давайте дальше. Так, биткоин и USDT. Я стараюсь сделать более короткие видеоролики, поэтому спешу. Так, биткоин и USDT. Ну, собственно говоря, сейчас ничего кардинально не поменялось. Причем здесь была пятиминутная небольшая сетка Фибоначчи. Вот здесь цель была достигнута. В приватном канале это я показывал. Кто торговал, не торговал. Там точки входа особо не было. Но факт остается фактом. Binance действительно подтверждает именно восходящий локальный тренд. Извините. То, что сейчас, опять же, повторюсь, происходит. Мы об этом еще говорили 29 августа. Видеоролик об этом есть. Не предыдущий, а через один. Вот, то, что есть выстрел, пробой трендовый. Есть проторговка вблизи 50 уровня сетки Фибоначчи. Кто покупал, то есть, кто покупал от обозначенных мною локальных поддержек. Вот, если вы действительно покупали, если вы держите, то присмотритесь к продажам вблизи 38 уровня Фибоначчи. Это 11,190, 11,250. И амбициозный уровень это 23, 12,12,200. Так, далее. Давайте рассмотрим биткоин, USD на бирже Bitfinex. Мы еще к Binance вернемся. Что у нас по бирже Bitfinex? Так, по бирже Bitfinex мы через поджатие пробили трендовую нисходящую линию дневную. Вот, пробили 50 уровень, ну, так сказать, эту зону. Вот, и сейчас на часовом графике мы, соответственно, закрепились в этом месте. Сейчас мы делаем попытки дальнейшего восходящего движения. Почему ролик называется «Сильный продавец»? Коллеги, если вы немножко, ну, я думаю, вы все прекрасно понимаете, о чем могут говорить о объеме при подъеме цены вверх. Если объем на пиках увеличивается, это говорит о том, что, ну, есть сопротивление, есть борьба, опять же, продавца с покупателем. Где продавец действительно либо продает, фиксирует профит от лонг-позиции, либо он распределяет позиции уже, ну, шортовые, да, соответственно, для того, чтобы пойти вниз. Здесь на бирже Binance это все отчетливо видно. Если мы присмотримся, то объем увеличивается при пиках, да, то есть при 50 уровне сетки Fibonacci. Здесь действительно серьезный объем. Он связан был то, о чем мы говорили в прошлом видеоролике, да, с тем, что здесь скопилось небольшое количество стоп-лоссов. Ну, почему говорю небольшое, потому что действительно локальные стоп-лоссы ставили за этот пик. В основном все, все краткосрочные трейдеры, кто торгует, допустим, там на часовом таймфрейме, вот. Скопились стоп-лоссы и действительно продавец пытается эту ликвидность и не то, чтобы пытается и забирает в свои позиции. Как я говорил в телеграм-канале, сейчас настроения более селловские, то есть настроение есть продавать. Покупать настроение как, ну, особо нет. Я и смотрел видеоролики, заходил в твиттер, изучал записи криптоэнтузиастов и известных там, так сказать, твиттер-аккаунтов, вот. Плюс в телеграме полазил, посмотрел, что люди говорят, о чем пишут, и мои коллеги других телеграм-каналов, хотя их стараюсь не смотреть, да вообще в целом никогда не смотрю, только тогда, когда планирую рекламировать свой канал. В целом все говорят о том, что сейчас необходимо, ну, в приоритете рассматривать шорт-позиции. Ну, в целом действительно это так, и приоритет у нас все-таки селловский, да. Это я говорю не потому, что об этом все говорят, да, а потому что у нас был пробой восходящей трендовой месячной линии вниз. Мы ее пробили, и в целом сейчас действительно приоритет торговать в селл, но важно, ну, как продавать и, соответственно, где фиксировать эту самую прибыль. Поэтому, если вы любитель острых ощущений, то и планируете расставлять лимитные ордера в шорт, то также рассмотрите эти уровни. По бинансу я их показал, да, то есть можете ставить, допустим, стоп-лоус за 11-320, здесь стоп-лоус за 12-200, выше немножко. Вот, но я, опять же, не рекомендую так делать, потому что тут дело даже не в том, что продавец сильно-не сильно, а дело в том, что большее количество стоп-лоусов скопилось за этим пиком, допустим, если говорить о ближайшей ликвидности, которую может забрать крупный игрок. Это этот пик, это 10, это уже 11 тысяч долларов, да, где мы на пролете как раз дойдем до 38-го уровня на, не то чтобы на энтузиастах, а именно на стопах можем долететь. Вот, и как раз 23-й уровень, это уже за этим пиком. Вот, но тут двоякая картина и, как говорится, монеты в две стороны. При прохождении 23-го уровня, при закреплении выше, я здесь уже больше чем уверен буду в том, что тренд продолжится, продолжит свое движение именно в восходящем векторе, да. Вот, тут здесь появится огромный шанс на то, что мы вернемся за месячную трендовую линию и за то, что обновим хай. И, кстати, по дневной сетке Fibonacci, именно глобально, если говорить по бирже Binance, исходя из коррекции в 78-ю зону, в 78-й уровень, у нас ближайшая цель – это 15 тысяч долларов. Это 27-й уровень расширения. Те, кто давно следит за моим каналом Telegram, они все прекрасно знают про этот уровень расширения, то, как он работает и показывает себя на любых таймфреймах. Вот, и это действительно сильное сопротивление на пути к цели. Цель по данной сетке Fibonacci первоочередно – это 15 тысяч. Это основная цель сейчас покупателя – довести цену туда. В 23-м уровне, при закреплении выше 23-го уровня, если такое произойдет, допустим, на выходных, в ближайшее самое время будет прострел, серьезный верх, то движение, то здесь мы уже будем также ожидать проторговку. То, о чем я сейчас говорю про торговку и говорил 29-го августа о проторговке вблизи 50-го уровня, здесь о продолжении восходящего движения можно будет судить о проторговке выше 12-12-200 долларов. Ну и, соответственно, если пробьем 38-й уровень, это 11-200, при проторговке выше, также движение продолжится именно вверх. Ну, процентов 80 на это я вам даю. По биржам, ну, само собой, наверное, так говорить не совсем правильно, и я человек, и, как сказать, не то чтобы я человек, я трейдер, но любой трейдер абсолютно, вне зависимости от уровня мастерства и знаний, и торговой стратегии, он может ошибаться. Да, и торговые стратегии, которые дают там 100% вероятность того, что будет движение вверх либо вниз, ну, их не существует по большей части. Вот, поэтому я также могу ошибаться, торгуйте в любом случае, я за то, чтобы вы торговали самостоятельно, принимали решения самостоятельно, но, тем не менее, можете опираться на мое видение, на мой канал и трендовые линии, по которым я торгую, по теории в целом, ну, торговлю от трендовых линий и сетки Fibonacci. Все эти уровни вы можете себе ставить в горизонтальной линии, как вам удобно, вы можете их отметить у себя на графике, обращайте на это внимание, если вы примете решение торговать именно в шорт. Так, далее, давайте покажу, 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 BTC, доминация. Кстати, по доминации есть несколько интересных, ну, не то чтобы интересный момент, вот, была у меня не рекомендация, а был у меня прогноз о том, что доминация дойдет до 70%, поэтому по этой котировке она действительно дошла, это уже давненько, там, еще в начале августа, вот. И сейчас ближайшим уровнем доминации, который я вижу, это 80%. Здесь проходит еще далекая нисходящая трендовая линия от самых, там, хаев 90 с лишним процентов, которые были, но издалека, издалека. Это, получается, 17-й год еще. Вот, здесь еще есть любопытный момент о том, ну, не то чтобы любопытный, это если делать попытки, как сказать, изучения истории, да, и накладывать на сегодняшнюю ситуацию. Понятно, что это может отработать, понятно, что это может не отработать, как обычно у нас бывает, да. Но вот здесь есть такой момент, то, что вот от этого минимума, да, когда у нас был безудержный рост, у нас это было, ну, показатель в 55%. Вот, плюс 303 дня по барам идет. Вот, далее у нас был довольно продолжительный боковик. Вот, сейчас у нас еще не 303 дня, само собой, 303 дня будет, кстати, еще в уже, аж в январе, вот, поэтому думать об этом пока еще рано. Вот, но, тем не менее, я вижу максимум, который биткоин возьмет на котировку по доминации, это 80%. Ну, на мой взгляд, это было действительно максимум, после которого может начаться продолжительный флэт. Вот, будут стрелять альты или нет в это время, я не знаю, да и в целом никто не знает. Но то, что биткоин придет к этим месячным трендовым линиям, то есть будет, допустим, рост и придет к этим месячным трендовым линиям, в этом я уверен. Как минимум, к этой трендовой линии, к самой ближайшей, даже котировка по доминации, ну, никак не может ее обойти. То есть, в любом случае будет коррекция. А, к сожалению, это может быть связано не только с тем, что альты начнут стрелять, это может быть связано с более серьезной коррекцией того же биткоина. Вот, поэтому по альтам двоякая ситуация. Давайте посмотрим сначала крипто, 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 маркет, кэп. В общем, посмотрим капитализацию всего рынка. Здесь довольно положительный момент связан с тем, что биткоин после пробоя месячной трендовой линии сейчас, на данный момент, как вы вполне можете увидеть, тестирует уже снизу вверх эту трендовую. И при возврате за трендовую предприторговку уже выше той первой отметкой, которая будет, так сказать, атаковать весь рынок, это 300 миллиардов. То есть здесь проходит историческая трендовая линия. И в целом говорить о каком-либо буллрань можно будет, и что сейчас, что спустя время, можно будет только после того, когда капитализация всего крипторынка вернется вот за эти отметки. Это получается 300, 300, ну и 300 плюс миллиардов. Далекая-далекая цель у нас есть. Это с исторической трендовой она связана, это порядка 550-600 миллиардов капитализации всего рынка. Поэтому я вам показал один единственный, так сказать, положительный момент, который я вижу здесь и сейчас на капитализации всего рынка. Но тем не менее, если мы не пробьем эту месячную тренду, то мы пойдем тестировать следующую историческую ниже. А следующая ниже у нас находится на 200, 200, 200, 220 миллиардов. Вот, давайте посмотрим капитализацию альткоинов. Здесь несколько более негативный момент. Он связан с тем, что мы пробили месячную тренду и все-таки еще пока что не возвращаемся обратно. Вот я говорил при возврате более консервативным трейдерам в видеороликах прошлых, да, то, что если вы не закупали альты, если вы хотите закупать альткоинов, вы выделили на это какую-то конкретную сумму денег или часть депозита, то более консервативно рассматривать покупки свыше 75 миллиардов, то есть за месячную тренду и вот здесь. После проторговки выше месячной трендовой, тут уже, соответственно, первыми целями будет историческое трендовое, это 85 миллиардов, и месячная тренда, которую мы пробили еще в июле. Это получается там порядка 100 миллиардов капитализации альткоинов. В целом по альткоинам есть у меня мысли по формату видеороликов в канале, поэтому просьба опять же высказать свое мнение по формату, как это делать. У меня есть мысли о том, чтобы размещать отдельные видеоролики, где я буду рассматривать только альткоины, допустим, 3, 4, 5 альткоинов брать, показывать свои мысли по рынку, по конкретным монетам, которые, на мой взгляд, кажутся интересны в данный момент времени, или покажутся интересны там спустя какое-то время при движении вниз, либо при движении вверх, при возврате за какие-либо трендовые линии. Вот, и также просьба тех, кто писал к прошлому видеоролику комментарии о рассмотрении какого-либо альткоина, продублируйте, пожалуйста, свои просьбы к этому видеоролику, потому что в прошлом видосе очень много комментариев, я читал, видел то, что вы хотите, чтобы я показал ОМГ, Рипл, вот, по стеллу мысли, вот, поэтому напишите, пожалуйста, еще раз к этому видеоролику. Комментарии, вот, заявки на рассмотрение альткоинов, мы их обязательно рассмотрим. 15 минут видеоролика идет, я обещал делать видеоролики не очень большие, я так понимаю, людям это нравится, стараюсь говорить быстро, бывает теряюсь, запинаюсь, прошу прощения, я только тренируюсь, я не профессиональный оратор, вот. Я, так сказать, только-только начинающий в этом плане, да. Поэтому всем спасибо, мысли, видения по рынку я свою высказал, победителя конкурса, напиши, пожалуйста, в личное сообщение в Телеграме, вот. Вот, розыгрыши еще будут, мы еще разыграем место на обучение в онлайн интенсив 8 поток на следующей неделе, поэтому не отписывайтесь, ставьте колокольчик, пишите, пожалуйста, комментарии, вот. Для меня это очень ценно и приятно. Всем спасибо, всем пока.